Туризм, экология и цифровое развитие. Чубаксары участвуют сразу в нескольких федеральных программах. Этапы их реализации обсудили сегодня на планерке в администрации Чубаксар. Чуваше сердце Волги. Создание туристского кластера сейчас на стадии детальной проработки. Разработана дорожная карта реконструкции Красной площади и Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря. Необходимо получить экспертизу на ориентир для нас 10 марта. Это реконструкция пятого этапа Московской набережной. Это строительство ливневой канализации на Московской набережной. Ну и проектирование инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры. Гостиницам, домам отдыха и так далее. Преображаться городские места будут за счет федеральных субсидий. Из бюджета страны только по двум другим программам выделили 300 миллионов на строительство сооружений. Очистки дождевых стоков в центре города и водопроводов Чандрово. Объявить аукцион в электронной форме на строительство объекта строительства водопровода от повысительной насосной северо-западного района до поселка Чандрово. Планируется в апреле текущего года заключить контракт в июне 2019 года. Завершить строительство в июне 2020 года. Будут построены сооружения очистки дождевых стоков в микрорайоне Волжский 1-2. Работы запланированы в микрорайонах Новый город, Грязевская стрелка, в районе улиц Якимовская и Марпосадского шоссе. В общем, 7 объектов на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Самое главное прекратятся неочищенные сбросы Волги, чего требует и национальный проект экологии. Хотел бы отметить, что администрацией города водоканалом ведется своевременное проектирование объектов. За 2, за 3, может быть за 4 года до реализации проекта мы начинаем проектирование. Чебоксары стали пилотной площадкой федерального проекта «Умный город», который входит в состав нацпроекта «Цифровая экономика». На стратегической сессии, которая состояла в Чебоксарах под руководством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса расставили приоритеты цифрового развития, выявили проблемы и представили пути решения. Следующий этап – разработать дорожную карту и паспорт проекта. Большую помощь в этом оказывает правительство республики. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Продолжение следует...